Друзья, всем привет! Как вы думаете, у кого дома можно увидеть самые оригинальные и уникальные интерьерные решения? Правильно, в гостях у дизайнера. И сейчас я вас приглашаю в замечательный дом, где собраны оригинальные интерьерные решения. Самое интересное, что эти решения простые и каждый сможет применить их у себя на практике. Дом всего 35 квадратных метров и в нем задействован каждый сантиметр. Ну что, заинтриговала? Тогда идем! Кстати, а идем мы в гости к дизайнеру Сорокиной Наталье. У нее есть своя дизайнерская студия Луна Графика, а за плечами публикации в известных интерьерных журналах и обучение в Лондоне. Проходим! Две конфорки хватает? Да, это не просто камин, а цокольные ящики. Вообще, вот про этот шкаф хочу рассказать. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Спасибо, что пригласили нас в гости. Расскажите, как вам удалось здесь все уместить и так красиво все обустроить? Приглашение – это вот такая вот плитка в виде ковра. Когда я первый раз увидела маленький образец в салоне, я влюбилась. Мне ничего больше не нужно было. И когда приходят ко мне гости, многие боятся даже ногой наступить, думая, что здесь коврик расстели. Классно! Так что можно взять на вооружение эту идею плитка-ковер, если вы хотите создать уют. Да, 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 да. То есть, если нужно сделать какой-то вот уют, какое-то тепло, плитка, как правило, это холодный материал, то вот таким вот образом можно утеплить. У меня здесь все настоящее, все натуральное. И покраска стен, и все материалы. То есть, я здесь пластика, не настоящих материалов категорично не хотела использовать. И здесь, наверное, 90% сделала своими руками. Ничего себе! И всего прочего. Сейчас расскажу. Да, расскажите об этом поподробнее. А вот еще можно узнать про камень? Это специальная отделка для стен камень? Или это все-таки вообще облицовочный какой-то камень? На самом деле, это обычный плитняк, по-моему, обычный строительный материал, который вот у развалин, у дорог продается за какие-то смешные деньги. Я когда увидела, в общем, там буквально нам квадратного метра хватило на это все, я поняла, что вот оно похоже на настоящие булыжники. И вот балка наверху, это тоже остатки каких-то строительных материалов, мы, которая пошла вот настоящая вот такая вот трещина. И мы просто взяли и вот тонировали там ножичком топориком. Да, Наталья, еще такой вопрос. Скажите, обработка камня какая-то была или вот он в естественном таком состоянии? Естественном. Меня строители уговаривали покрыть это лаком, чтобы все не пылилось, не убилось. Я наотрез отказалась, потому что это всегда выглядит не настоящим. И на самом деле довольна. Никакой это не пылесборник, ничего здесь не собирается, но все вот прям настоящий, хочется трогать. И еще одна фишка расскажу. Здесь есть отопление, батарея, да, находится. И когда она топится, за счет камня прогревается вся стена, и получился такой вот неожиданный эффект теплой стены, когда ты берешь одежду, у тебя она уже с подогревом подогрета. И плюс дополнительно идет... Отопление дома, да? Отопление, да, за счет вот этой стены. Накапливает все тепло, как мини-печка, можно сказать, да? А, кстати, радиатор, я смотрю, вы тоже, да, самостоятельно окрашивали? Отопление, да, чтобы он не выделялся. А теперь вот можно немножечко рассказать про небольшую конструкцию. Это стеллажик? Или там что-то спрятано? Это на самом деле, да, там что-то спрятано. Мы угадали, сейчас покажу. Здесь у нас вот одним движением руки превращает все в входной электрощиток. Понятно. Вот, то есть нам нужно было это спрятать, городить коробку. Ну, соответственно, мы использовали вот эту часть под щиток. Вот эта нижняя часть тоже открывается в случае чего, там подводки всех, там труб, проводов есть. А наверху использовать это пространство решили вот так вот. Сделали все это своими руками. А покупали материалы где-то? На обычных строительных рынках. Это обычная доска, щиты мебельные, которые мы тонировали, красили. Наверху вот придумали вот такую... О, кстати, какая оригинальная, да, полка для шапок. Для шапок, для какой-то вот верхней одежды, для мелочей, да. И здесь можно там положить ключики и тоже что-то такое вот мелкое. Да, это на самом деле киевский шкаф. Он был из обычной сосны и неприметный. Но вот как бы глаз дизайнера уловил на коробку. Решил из этого сделать вот такой вот тосканский вариант. Мы его оттонировали маслом. И внутри, опять же, было два обычных вешала. Мы решили его... Доработать, да, внутри? Доработать, да, работать, то есть мы сделали там какая-то систему хранения выдвижная, сделали полки и развес. А изначально это было два вешала. Было неудобно и нефункционально. Сейчас у нас здесь можно разместить очень много одежды. Расскажу про комод. На самом деле здесь была такая забавная история. Я понимала, что у меня расстояние небольшое, а функционально комод необходим. И обувница меня бы не спасла, потому что там система хранения не очень удобная. И тут случайно я, опять же, в нашей любимой кейе, вижу комоды по распродаже. Тогда они стоили там 350 рублей. Смешные просто деньги. Они выглядели совершенно не так. Обычная сосна, страшненькие такие, собранные, немножко несуразные. Но опять я сообразила, что с ними можно сделать. Вот оттонировала, вот решила вот так вот запатинировать. А здесь по краям получается красненький. По краям, да, патина, акцент. Опять же, вот начинка шкафа, перекликается ковер. Вот этот вот цвет на комодах и текстиль. На подушечках. Этнический, да. Ручки те убрала и вот сделала такой вот хаос из таких вот интересных керамических ручек. Очень оригинальное решение, а главное, просто, функционально и недорого. Да, да, да. И огромную, конечно, роль играет, когда заходишь в это помещение. Первое, что бросается в глаза, это ковер. Второе, камень оригинальный. И третье, это вот замечательная композиция из зеркала и подвесного светильника. Это вы изначально сразу придумали, что светильник будет висеть сбоку от зеркала, и он будет один такой асимметричный. Да, значит, здесь проблема была в расположении освещения, связанном с низким потолком. То есть я не могла по центру повесить какой-то светильник. Он бы был неудобен. А свет нужен был и здесь, и в этой зоне. На проходе, опять же, я ничего не могла расположить. Накладные светильники меня никак не устраивали. А возле зеркала нужен был яркий свет. И вот я пришла к решению вот такого подвесного светильника, который и декором является, и освещением, соответственно, вот этой зоны. А там направленные светильники освещают вот эту зону. Зеркало, оно, опять же, не просто так. Так как пространство небольшое и довольно-таки темное, да, окно небольшое, попадает свет на зеркало. Из окна, да? Отражается из окна и дает тоже дополнительный свет. Часто в загородных домах хочется сделать балки, но они занимают довольно-таки большое пространство. А я смотрю, вот такое оригинальное решение сделали. Балки есть, но они совсем маленькие. Они небольшие, да. Опять же, мы сами из обычного бруса старили, делали вот этот вот эффект. Это обычная сосна. Вот, хотя, ну, то есть, вот есть же готовые такие плашки. Ну, да, 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 да. Нет, это категорически не мое. Все настоящее. Да, все абсолютно настоящее. А я скажу, здесь есть еще один секрет. Даже детский стульчик в цвет коврика подобран. Акцент. Опа. Ух ты! Вот. Целый склад. И там целый склад. Для хранения. Система хранения. Там Wi-Fi точка раздаточная. То есть, там тоже есть электричество. Можно включить светильник. И опять же, там система хранения обуви, например. Санузел. Вау. Как будто глиняная такая стена окрашенная. Да, на самом деле, это впечатление от Санторини, на которой мы съездили отдохнуть, я просто влюбилась в этот остров. Вот, в этот вот колорит. Хочу обратить внимание на потолок. Опять же, вот, понравилось мне, что Средиземноморье, вот, Марокко, Италия, Франция. Вот там много таких вот, из прутьев каких-то вот потолков. Мы собирали прутики в лесу с топориком. Да, почти, можно так и сказать. Вот на соседних участках, там, из заивника, из всего этого. Сушили их, красили, шкурили. Это была целая история. Но вот мне хотелось создать вот тот самый эффект. Эту клитку мы привезли из Франции. Вот, путешествия. Прям поштучно покупали? По югу Франции я в витрине, а я понимала, что мне нужно что-то такое вот, вот какое-то невероятное рукотворное. И мы идем по Марселю, и я вижу в витрине плиточку. Вот, я пошла договариваться с хозяйкой, оказалось, что у них проводятся мастер-классы по росписи керамики, и там какой-то керамист, и эта плитка не продается. Она так показана, вот, зазывает там на мастер-классы, и там, ну, то есть, какая-то расписка. Я уговорила ее. На каком языке? Мне это количество плитки, что оно мне необходимо. И я все это привезла с собой. И идея поддержалась, вот, итальянской такой. Ух ты, тарелочку туда вмонтировали. Да, а это из Греции привезена вот такая вот плиточка, и это вот таким вот образом, такой баланс. А это вообще остатки какие-то со стройки, там, мозаик, каких-то плиточек, которые вот так вот чуть-чуть подержали. И плинтус, и, опять же, мозаики, да, чтобы была обивка и переход, да. Возможно, было там полы спокойненько полы. То же самое. Это, опять же, простой строительный материал, обычный. Жалюзийные вот эти дверки из Леруашки, да. Жалюзийные дверцы, которые были именно покрашены вот таким сочным ярким цветом. Вот обычно, опять же, петли. Обыграны оригинальными петлями. Опять же, петли, вот такой вот акцент вот ручки. Ой, даже подсветка включается. Внутри она автоматически, да, реагирует. И здесь что-то такое спрятано там. Зеркало мы привезли из Марселя. Я увидела в какой-то лавочке вот такую вот решила. Да, повторяется тематика окошка из коридора. Она как бы переходит в ванную. И жалюзийные дверки тоже перекликаются. Прям все продумано до каждой мелочи. И очень оригинальное оформление тумбы под раковиной. Я так понимаю, тоже самостоятельно все сделано. Здесь тоже не все, не просто так. Посмотрите, пожалуйста, вот с этой стороны. Увидите ласк. У нас есть кот. Задумка была какая. Мы сначала думали, что он будет... Чтобы дверь не открывать, и он был городским котом. Когда мы приехали сюда, ну, мы думали, ну, как бы ему нужно... Будет в доме, да, в лоток ходить. И мы его спрячем в тумбе вот здесь, да. И в результате оказалось, что за городом он с удовольствием ходит на улицу. Лоток нам не нужен совершенно. И таким образом мы там спрятали кормушку. То есть он спокойненько проходит, кушает там. Ух ты! А вот так вот все скрыто спрятано. А это кухонный рейлинг, я так понимаю? Да? Да. Очень оригинально. Ну что, пройдем в главное помещение, кухню-гостиную. Сколько у вас здесь квадратных метров кухня с гостиной? Так, а здесь получается, наверное, 16 метров в общей сложности. Ничего себе, какая стандартная комната в квартире, да, небольшая. Да, по сути. Здесь у нас изначально должен был быть низкий потолок, вот по балке. А его планировали зашить строители. Мы попросили этого не делать и решили вот оставить такой вот, как второй свет. Это дало какое-то ощущение пространства. Потолок не давит. И вот действительно ощущение, что здесь большая площадь за счет этого. А над кухней у нас получилось такое вот спальное место. Небольшая уютная спальня. Да. А под спальней кухня буквой П. Удобно ли пользоваться такой кухней? Очень удобно. До расположения я веду. Опять же, я не хотела высоких холодильников, которые загромождают... Да, кстати, где холодильник? А вот, здесь холодильник, а вот, а здесь морозильная камера. И тоже вот интересное решение, да? Духовка, варочная панель находится не над духовкой. А почему вы так решили сделать? Так, ну, во-первых, получилось, что раковина у окна сделали, ну, вот, ближе к окну. Соблюсти, опять же, симметрию. А, то есть это центральное получается. Да, центральная часть у нас у окна, духовка, да. Потому что в других местах она просто физически не вставала. Из-за вот этих вот двух приборов, вот эти вот ящички, они чуть поменьше, 60. Где-то сбоку тоже как бы неудобно открывать, а в этом месте получилось самое удобное. Как раз рабочая зона между раковиной и варочной поверхностью для готовки, для нарезки. И, собственно, вот это оказалось очень удобно. Верхних ящиков закрытых, этого я точно не хотела. Вот это бы утяжелело, а так получилось. Да, очень просторно. Две конфорки хватает? Да. Я специально не хотела больше. Вот мне вот очень много. Во-первых, мыть меньше. Во-вторых, рабочая поверхность больше, да? Да, да, да. То есть для меня, потому что вот как бы в городе у меня четыре конфорки, я никогда не готовлю на четырех и на трех вот это вот прям, не знаю, какой-то крайний случай. Две мне. И я специально расположила их вот так. Опять же, когда готовишь удобно, что ты подходишь не вплотную, я сюда могу что-то, какие-то ингредиенты положить. И, в общем, для меня это прям оказалось вот то, что нужно идеально. Ноу-хау. Я придумала. Да, кстати, очень интересно. Я придумала и нигде такого не видела. Вот, хранение ножей. Не люблю, когда висят на магнитах. Это какая-то агрессия открытия вот эти лезвия, когда стоят стойки. Это тоже как бы не то. Вот, придумала вот так вот, попросила прям в колешнице мне сделать пазы. И я вот там хранила. Супер, да, очень удобно. Это очень удобно. Опять же. Каждый сантиметр. Когда делали наличник, придумали, что наверху можно сделать не просто наличник, а такую полочку. И дополнительное хранение посуды, стаканчиков, бокальчиков. Надо сказать, что у меня здесь все идет в ход. То есть у меня нет парадной посуды, которую я достаю, когда приходят гости. Когда я, кстати, увидела ваш проект публикации, я сразу обратила внимание на эти замечательные кастрюльки медные. Да, да. Они для декора или вы ими пользуетесь? Нет, я ими пользуюсь. Я ими пользуюсь. Это, на самом деле, нашли мы на блошином рынке в Париже. Они тяжелые такие. Это медная посуда. А, медная. Да, с покрытием. То есть можно там готовить. И, собственно, в ней я готовлю. Еда получается вкуснейшая в медной посуде. Хотела рассказать еще о особенности. Почему раковина, например, расположена не под окном строго. Почему? Потому что, во-первых, все равно брызги есть. И тогда были бы прямые брызги. И второй очень важный момент. Под раковиной удобно располагать мусорное ведро. Если бы она находилась бы здесь, то как раз ведро бы находилось возле батареи. И это запахи, и это получается вот такой массы, о котором многие, кстати, и не думают. А вот за счет этого мне как бы удалось решить эту проблему. И вот еще опять удобство. То есть я вот так вот. Опа! Ух ты, как удобно! У меня, получается, свободные руки. Когда я что-то нарезаю, что-то делаю, то есть движением ноги открывается мусорное ведро. И, собственно, я все это... А это вот функция, опция? Прямо с ведрами в салоне покупали кухонным или отдельно? Ну, это IKEA. Но немножко доработанное, переделанное. Например, механизмы. Здесь MDM-комплект. Вот такая вот удобная штука. Всегда проблема в угловых кухнях, что не задействована эта площадка. А с помощью вот такой вот штуки получается. Да, очень удобно. Очень удобно для хранения. А это вам сборщики, да, уже на месте вы докупили вот это? Мы сами все делали модели. Собирали механизмы. Конечно же, у IKEA глубина была другая. Мы подпиливали ящики, делали заглушки, все подгоняли, все делали сами. А еще есть здесь такой момент. Цокольные ящики. Вау! У меня, получается, даже нижний ярус весь задействован. Это про... Такого я вообще никогда нигде не видела еще. Это правда, каждый задействован, каждый миллиметр. Каждый миллиметр. Все продумано, и причем я не могу сказать, что у меня там все битком, все забито. Нет, у меня есть свободное пространство. И места хватает, да? Места хватает, да. Наталья, расскажите теперь немножко о гостиной зоне. Здесь самое главное – стол. Изначально вообще я думала сделать его даже двухметровым, но все-таки потом поняла, что, наверное, пространство и так небольшое, и, наверное, метр шестьдесят мне будет вполне достаточно. Стол, натуральный массив. Это уже на заказ сделана столешница из массива дуба. Вот здесь даже есть клеймо компании, которая мне это все делала, искусно состаривала. Ай, все-таки искусно, не караеда ее поела. Нет, нет, не караеда, это вот искусственная, составленная караеда, эффект. А подстолье вот мы с вами там нашли. А, то есть вы заказали столешницу, а подстолье уже отдельно, да? Да, подстолье уже отдельно делали, да. Похоже на машинку Зингер основания. Вот, абажуры уют придают и дают такой мягкий ровный свет, то есть падает на стол. Вообще, скажу так, сначала я не хотела ставить диван. Я думала, поставлю скамью с подушками, и будет... Стол будет ближе, да, туда к окну? Ну, ближе, да, находиться, но в процессе строительства я поняла, что необходимо дополнительное спальное место, диван, который можно разложить. И, собственно, меня так стали уговаривать, и я поняла, что, да, наверное, это действительно правда. Вот, и, опять же, диван и киевский, но текстиль я заказывала отдельно у, там, хорошей фабрики, там, вот даже подушечки, два, как мы угостянули. Да, ух ты, ничего себе! Деревянные подоконники, они были бы непрактичны, а вот из уставков какого-то вот, из керамики, вот решили сделать вот таким образом. То есть, это не готовый какой-то каменный аналит, но вот... Из плиточки, да. Из плиточки, да, очень удобно и практично. А шторы вы тоже на заказ шили? На заказ, да. Это римские, да, они опускаются? Да, они опускаются, они, на самом деле, вот тоже такая необычная конструкция, нужно вот так, опа, и вот они. Ой, как удобно, да. То есть, вообще, опускают крайне редко, ну, так вот, иногда... Ну, при необходимости можно это сделать. При необходимости это можно сделать. А под подоконником там спрятан радиатор, вот тоже такое оригинальное решение. Да, тоже вот закрыли вот декоративным таким экраном с фонарью. Утопили, да, и вот туда. И второй, да, и второй, получается, за диваном. Да, да, за диваном. Вот, стулья тоже, вот, хочу обратить внимание, это французские прям массивные, они тяжелые такие. Есть еще один третий стул, белый, то есть, тоже была такая идея. Разноцветные стулья. Разноцветные, да, сейчас третий убрали. Вот. Полы, инженерная доска, то есть, сверху дерево настоящее. Мне тоже было важно, чтобы материал был натуральный. Это термообработанный дуб, покрытый маслом. А сундук, это дополнительное, наверное, хранение для постельных принадлежностей? Да, постельного белья. Наталья, расскажите, пожалуйста, про ваш замечательный камин. На самом деле, это не просто камин. Можно, конечно, наслаждаться огнем, но с обратной стороны, так как это же баня, там само сердце дома, там сама печь, которая обогревает парную, собственно. А, то есть, это печка для бани, да, получается? Да, получается, это двойная функция. И наверху у нее вот есть такая решеточка, то есть, можно открыть решеточку, и таким образом тепло пойдет в дом. А когда закрываешь, например, летом тебе не нужно, чтобы тепло шло в дом, эту решеточку закрываешь, и, соответственно, все тепло... На улицу. И свет дополнительный, да, получается, у вас на балках вы расположили для гостиной? Да, он подсвечивает потолок, отражается, и получается, вот за счет этого такой вот свет просто нас сюда дает. Хочу еще обратить внимание вот на такую лестницу необычную. Когда мы проектировали и думали, каким же образом попадать наверх, мы понимали, что там какая-то бераморская лестница, а она здесь просто никак не поместится. И придумали такую вот лестницу-стремянку. Выполняет она две функции. За счет вот наклона она дает опору, устойчивость, тут все прибито, и к полу, к стенам, плюс она такая... Надежная, да? И подвижная, да. И, опять же, это как стеллаж для книг, для чего-то можно использовать, то есть двойное действие. И под ней избираться очень удобно. Ну, это не полноценная спальня, но, тем не менее, очень уютное место. Как ни странно, вот я на выходных стремлюсь сюда, чтобы... Я здесь высыпаюсь. Мне здесь так удобно и хорошо. Там есть наверху небольшое окошечко, и можно открыть на проветривание, потому что теплый воздух скапливается наверху. Летом это удобно, и за счет этого получается воздухообмен. Возле кровати там получается такая тоже мужская-женская сторона. С мужской стороны тумба такая черная. С женской стороны там стоит пенек, и получается вот такой вот пенек, то есть идея положить там вечером телефон, там книжечку какую-то можно на него. В общем, бесплатная прикроватная тумба, оригинальная, удобная, натуральная. Итак, это тоже не просто стена, а здесь есть, опять же, секретик. Система хранения. Вот так, мы берем руки. И здесь система хранения. Сезонную одежду мы обычно убираем. Там вот это проходит на все расстояние дома. Туда можно пролезть. И, в сути, при желании сделать еще такое спальное место, если есть такое желание. Или, опять же, вот мы используем как систему хранения. Вот этот люк. И вот так же ливко. Магнитик. Закрывается. Ну что, пройдем в сердце этого дома. Помывочная сауна. Как здесь просторно. Можно мыться, наверное, сразу человеком пяти. Да, здесь, получается, пол сделан под уклоном. Специально мы не стали городить никаких поддонов, шторок и всего прочего. Потому что зона душа расположена так, что радиус и брызги не попадают на мебель никаким образом. И вода сливается. И, в общем, это очень удобно оказалось. На плитке. Вот плитка, интересно, это коллекция одна. Вот это и вставки. Это разные совершенно коллекции. Это вы так специально, да, подбирали? Есть мозаика. Мозаика – это какие-то тоже остатки с каких-то строек. Натуральный камень. Вот это тоже натуральный камень. Слэп. А вот это вот керамогранит бесшовный. Это тоже мебель. Вот, например, вот это своими руками сколотили мы. Сделали скамеечку. Вот хочу рассказать вот о ручках и крючочках. Придумала такую идею. И мы, это меконические камни, которые мы привезли из Санторини, с пляжи. Вот. И перепилили, сверлили там дырочки, чтобы вот так зафиксировать. И все это крючки для одежды, для полотенца. Очень оригинально. И из этих же камушков вы сделали ручки, да, у шкафчика? Да, да. Мы сделали ручки тоже. Шкафчик тоже нужно посмотреть. А вообще, вот, да, то есть это можно вот так тут. Вообще, вот про этот шкаф хочу рассказать, что это тоже вот такая вот идея. И это не просто какой-то вот такой серенький, непонятный, который покрашен, кстати, в цвет стен, чтобы он вроде как не сильно на себя акцентировался. Но здесь спрятана целая система. Сейчас покажу. Прачечная. Стиральная машинка в функции сушки. Прохранение, там, бытовая химия, там, порошки, еще что-то. Здесь тоже все продумано по расстоянию, по всему. Полотенце и гладильная доска. И причем просчитано так все продумано, что с этой стороны мы имеем поверхность для развеса каких-то мочалочек. А вот эту вот мы используем уже в эту сторону для каких-то пузыречков шампуней. Вот здесь тоже нишка. И вот эту вот тоже так вот. Раз и опа. Надо же. А там доступ к рамам. К коммуникациям, да? Ну это просто восторг, уважение. Каждый сантиметр. На самом деле, да. Вот это вот обычная фанера. Из фанеры сделана. А выглядит такая, как бетон. Ну да. И покрашена сверху. Очень оригинально. А этот шкафчик тоже, да, вы самостоятельно делали? Это тоже самое. А ножки вот из чего? Это полностью шкафчик вот с такими ножками с дизайном. То есть тоже... А, то есть это готовый шкафчик, вы его просто покрасили? Гранит там, например, там тапочки какие-то, еще что-то. Это было на заказ, вот эти два шкафчика сделаны. Из фанеры, да, их делают? Из фанеры, да. Это вещи, да, можно убрать? Ящички. Вообще, так что берите на заметку еще одну очень оригинальную идею. Ручки-камушки. Кстати, очень приятно их трогать. Да, да, да. Еще здесь обратите внимание, углы сделаны специально вот с такой фаской, чтобы не было ощущения вот этих вот торцов. Это опять же тоже вот такая вот идея. А, то есть чтобы не была видна толщина, да? Да, не было видно. Боковинок, вот когда обычно не хочется, да, думаешь, как их обыграть. Здесь вот как будто тоненькая. Да, очень оригинальная. Она благодаря этому выглядит такой воздушной. Вроде бы казалось, большая конструкция. Это привезенная с кубой из разных пород деревьев. Это карта кубы, собрана вот по областям. И вот у нас такая душевая куба. Такая пляжная такая тема. Вот эта вот скала, вот камень какой-то серый, дерево натуральное. Вот такая вот вешалка тоже оригинальная. Рыбка, вешалка, рыбка, да? Да, кит. А, кит. Вот. И здесь, собственно, само сердце Ваня. Пожалуйста. Парная более чем большая. То есть здесь вот шесть человек. Вот спокойно можно лежать, сидеть. И места всем хватит. Тоже думали насчет окна делать, не делать. Решили делать, но чуть не пожалели. Потому что, как правило, это вечером принимаешь баню. И закат как раз попадает в солнце. О, то есть ты не только баню принимаешь, что наслаждаешься. Ты его релаксируешь, да, точно. А чем отделана печка? Печь – это талькохлорид. То есть он удерживает тепло. И там какие-то оздоравливающие. Он что-то такое тоже излучает. И дает, в общем, дополнительную какую-то вот инергию. Я здесь траву сушу. Опять же, здесь тоже все продумано. Например, вот эта вот скамья для того, чтобы можно было веником парить человека. Вот как раз удобная очень высота, когда ложится сюда головой, и туда ноги идут. Здесь на вот эту вот ступеньку стоит бочонок, где запаривается веник. И опять же, все под рукой. Удобное расстояние. У нас мы придумали такую штуку. Вот эта вот. Вот так выдвигается. То есть на самом деле ставится она вот сюда. Ничего себе. Получается еще одно спальное место. Да, это уже верх инженерной мысли из бани. Придумать еще и спальное место. Есть такой небольшой секретик. Класс. Итак, друзья, обзор замечательного маленького и очень функционального дома подошел к концу. Большое спасибо Наталье, что показали, рассказали. Напишите, пожалуйста, какая идея вам понравилась больше всего. Не забывайте подписываться на мой канал Школы Дизайна Кати. Ссылку на сайт Натальи я оставлю внизу под видео. Если захотите оборудовать свои 34 квадратных метра с такой же пользой, обязательно обращайтесь к Наталье. Будет супер. Всем пока и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...